Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире программа «Темо временем» я, Александр Архангельский. Тема сегодняшнего выпуска нашей программы – детские книги и взрослый закон. Прежде чем начать беседу с моими уважаемыми собеседниками, давайте вместе с ними посмотрим сюжет. Детские писатели и издательства бьют тревогу. Книжные магазины отказываются продавать книги без возрастной маркировки. Книги, так же как телепрограммы и печатные СМИ, попали под действие федерального закона номер 436 о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. На обложках должны быть поставлены значки 6+, 8+, 12+, и так далее. Но критерии, исходя из которых оценивать детскую литературу и сама процедура экспертизы, нигде не прописаны. По новому закону, в книгах, предназначенных для чтения детьми и подростками, запрещено описывать употребление алкоголя и курения, отношения между мужчиной и женщиной, если они имеют сексуальный подтекст, и пропагандировать бродяжничество. Исключение сделано для информационной продукции, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества. При этом подать в суд можно на основании вырванных из контекста цитат. Издатели предупреждают, что если так пойдет и дальше, скоро в детских отделах останутся только книги для малышей со слонятами и зайцами. А подростки вообще потеряют доступ к качественной литературе, ставящей перед ними вопросы жизненного выбора. С другой стороны, родители имеют право на информацию о том, с чем может столкнуться ребенок, читая книгу. Они должны быть уверены, что уберегут его от жестокости, насилия, сниженной лексики и эротических сцен. Кто и по каким параметрам будет определять, представляет ли книга культурную ценность? Поможет ли новый закон оградить детей от некачественной литературы? Как вписаться в строгие рамки закона книгам для подростков, особенно переводным, на которые сегодня высокий спрос? Об этом размышляют гости программы «Тем временем». С удовольствием представляю моих сегодняшних собеседников. Владимир Харитонов, исполнительный директор Ассоциации интернет-издателей. Здравствуйте. Здравствуйте. Ольга Мяевоц, зав. отделом детской литературы, библиотеки иностранной литературы имени Рудомино. Здравствуйте. Здравствуйте. Марина Рамштам, писатель, главный редактор сайта по детскому чтению «Пап Мамбук». Здравствуйте. Изнар Николаевна Навлянская, кандидат психологических наук, ведущий, научный сотрудник психологического института РАУ. Добрый вечер. Евгений Банимович, заслуженный учитель Российской Федерации, поэт, уполномоченный по правам ребенка в Москве. Сергей Львович Худиев, православный публицист. И вот с чего бы я хотел начать. Когда этот закон был введен в действие, мы похихикали насчет волка, но погоди, который там курит. Потом выяснилось, что волк от национального наследия, вместе с папиросой, которую он курит. А дальше начались вещи достаточно серьезные. Мы знаем, что издательство «Розовый жираф» одно из лучших, которое пускает современную, в том числе переводную литературу под судом. Издатели подписывали петицию в конце прошлого года против. И начинается у меня, как у родителей читателя и человека, живущего внутри культуры, когнитивный диссонанс. С одной стороны, что-то, какие-то фильтры нужны. Какие, не знаю какие. Потому что подросток действительно входит в ту жизнь, про которую нужно с ним говорить достаточно откровенно. Но есть вещи, к которым он готов, и есть вещи, к которым он не готов. А с другой стороны, когда начинается вот этот произвол, лучшие попадают в мясорубку, а худшие, как водится, из ситуации высказят. И есть вещи технологические. Я вот знаю, что ассоциация библиотекарей писала письмо о том, что есть вещи, о которых просто никто не думал. Что два миллиарда экземпляров книг, уже находящихся в библиотеках, должны быть каким-то образом промаркированы, кто и за чей счет, и какими силами будет это делать. И третий самый может быть существенный. Хорошо, мы говорим, что это не годится, а что годится. Кто виноват, все равно, не имеет значения, кто что делает. Постоянно встает вопрос об экспертизе, но я бы хотела сказать, что я к этому тезису отношусь с большим напряжением. Потому что внутри общества всегда существуют свои механизмы регулирования. Это на самом деле и есть некоторые экспертные сообщества, которые самоорганизуются, которые вызывают уважение. Они заслужили по каким-то причинам уважения в родительском сообществе и в педагогическом, и в психологическом. И они рассказывают про книги. При этом их должно быть несколько обязательно. И они не должны быть назначены сверху. Это не значит, что не может быть экспертного, к примеру, совета при министерстве. Только у него не должно быть монополии на экспертизу. И эта экспертиза не должна быть платной. Но нигде же не найдено прекрасное решение. Мы точно знаем, что в Америке, в определенных штатах, то и дело вспыхивают скандалы, когда под давлением одних групп или других групп вносятся в списки книг, запрещенных для использования в школах, те или иные. Да. Родительский протест, он характерен для любого общества. Это не исключительно наше явление. Просто родительский протест не должен сразу вводить издателей книгу и писателей в уголовное поле. Потому что таким образом получается, что книга существует вне всякой презумпции невиновности. Книга наносит вред. Это, честно говоря, для меня вообще открытый вопрос. А как это можно проверить? Проверить. Это исходя только из наших каких-то субъективных представлений о вреде. А вот, Сергей, как вообще можно проверить? Наносят книги, говорят, не наносят книги, говорят? Я думаю, что это неизбежный вопрос как раз экспертной оценки. Допустим, некое издательство у нас начинает выпускать какую-то заведомую ядовитую гадость. Но возьму утрированный пример, как сварить наркотики из ингредиентов, которые можно купить в аптеке. И как там, не знаю, Вася с Петей их сварили, и как им здорово и весело. Извините, что я спребываю. Если вы перечитаете Невский проспект Гоголя, то эта книжка попадает под все, что вы только что описали. Схему потребления опиума. Очаровательные видения, которые наступают после этого. Закон о пропаганде наркотиков. Статья 48. Запрет пропаганды наркотиков. Он существует еще со времен 80-х годов. Я просто привел наркотики в качестве примера. То есть, в общем-то, возможные гадости, они к этому не сводятся. И понятно, что закон, когда он реально в общество входит, неизбежно должен пройти какой-то период, когда начинает складываться иногда даже непрописанная, непроговоренная система оценок. Знаете, вот как известное определение порнографии, которое дал какой-то американский судья. Я знаю, когда я это вижу. Должно пройти какое-то время, пока люди поймут, что вот это можно спокойно продавать. Будут какие-то пограничные случаи, которые кончатся тем, что да, это будет признанно незаконом. То есть, должно пройти еще какое-то время, и это... Понял, спасибо. А здесь и сейчас чего делать? Ждать? Нет, почему? Вводить закон, не вводить. Нет, закон вводить, книги продолжать выпускать, просто исходя из соображений здравого смысла. Владимир. Во-первых, этого закона не должно было быть. Потому что этот закон типичный пример того, как государство собирается вмешиваться в частные отношения родителей и детей в процесс их воспитания. Это я должен решать, что читать, что смотреть, что слушать моему ребенку. Это вы такой родитель, который может определить и определить положить. Так вы родители, которые такое она определяет, что... А что они определяют? Человек приходит в книжный магазин, он собирается купить книжку своему ребенку. Так он, наверное, ее откроет и полистает. Понимаете, когда в Америке принимали вот эти вот рейтинги для кино и для видео, в этом есть своя логика. Она не имеет никакого отношения к патернализму, это просто информационная помощь родителям. Мы же не видели еще этот вот фильм, поэтому нам должны рассказать, можно ли его смотреть, предположим, с детьми до 13 лет. Рекомендуется или не рекомендуется. Все это делается на основе саморегуляции Голливуда. То есть сами компании собираются, сами. И у них есть комиссия, они присвоят эти рейтинги. Государство тут вообще ни при чем. Дело в том, что есть конвенция о правах ребенка. Там есть две позиции. Одна – это право ребенка на информацию, и нельзя его ограничивать в этой информации. Другая позиция – это защита ребенка от информации, которая наносит вред его здоровью и развитию. Вот в эту проблему, вот в этот ров, да, вот, или там, что граница между ними мы и попадаем. Делать вид, что этой проблемы нет, и что родители прямо сейчас вот во всем разберутся. Ну, во-первых, мы начали с подростков. Я видел не раз подростков в книжном магазине, но не так часто я вижу подростков в книжном магазине с родителями. И хочу сказать, что до всякого этого закона, и я не могу этого не сказать, ко мне обратились директора книжных магазинов Москвы, крупнейших. Они принесли мне две сумки книг и сказали, что нам делать. Вот это книги, абсолютная эпохобель, пошлость, дешевка, жуткая совершенно, и она теперь лежит в открытом раскладе. Что-то надо сделать, то ли их закрывать в какой-то пакет, то ли действительно маркировать. Что маркировать, эти книги или какие-то. Что мы сегодня обсуждаем? Мне кажется, здесь есть один перекос такой, литература центричной России, вот то, что так серьезно занялись ими-то книгами. Конечно, книги, к сожалению, сегодня совсем не то главное, что влияет на наших детей. Конечно, гораздо серьезнее нужно было бы относиться к всему, что связано с интернетом, с телевидением. Оттуда наши дети получают представление разврать и о чем-то еще, не из оперного театра. Ну, Евгений, извините, сегодня не снимается подростковое кино, практически не ставятся подростковые спектакли. Это либо взрослые, либо детские. Это, да, согласен. Подросток оставлен в полувакууме. Книжки какие-то, темними не выходят. Поэтому проблем у вас нет. Здесь действительно проблема. Потому что вот когда мой сосед сказал о том, что есть консенсус, мне кажется, вот это и есть наша главная проблема. У нас почти ни по каким поводам в стороне нет сейчас консенсуса. И второй момент. У нас нет авторитетов, людей, которых бы слушали, ну, по крайней мере, такое некоторое большинство. У нас есть подозрения все время друг к другу, потому что сразу же возникает вопрос, а кто будут эти эксперты? И это действительно серьезный вопрос. Потому что, в принципе, ну, а кто кроме экспертов может определять? Другой момент. Надо хорошо понимать, что действительно общество разное. Разные традиции, разные культуры и так далее. И здесь... Разный консенсус. Да, и разный консенсус, если он есть. И вот здесь действительно есть эта проблема. И не надо делать вид, что ее нет. И я, когда сталкиваюсь с самыми разными людьми, в том числе с родителями, которые об этом и говорят. Извините, давайте введем границы. Есть издательства, которые говорят, нет, давайте будем все предлагать родителям. Но почему-то, когда я смотрю американское телевидение, да, оно абсолютно дистиллированное. Мы это все отлично знаем, да. То есть там абсолютно нет ничего, что могло бы хоть как-то кого-то задеть. В Европе-то в основном то же самое. Кроме качественных сериалов HBO. Ну, может быть, да. Но у нас почему-то это ни на что не подействовало. Я сейчас обращаюсь снова в прокуратуру, снова в Рос... А, так это вы посадили, значит... Я обращаюсь в Рособранадзор, потому что я спрашиваю, почему у нас в тикток-шоу детей убитой женщины, к ним приходят журналисты и задают вопрос, где ваша мама. О чем можно... О каких книгах можно говорить? И после этого вы там говорите о том, что нельзя ковырять в носу. Это вот та самая ситуация. Если вы так себя ведете на государственных каналах в самое это время, то о чем вообще можно указывать каким-то маленьким, тихим детским издательством? Поэтому я думаю, что вот этот перекос, когда стали клеить 12+, на все что угодно, на все двери и окна, это обычная наша ситуация. Сначала ничего, а потом все. И никак не можем найти вот эту самую границу, что нужно, так сказать, регулировать, а что не очень. Спасибо. Ольга, библиотекарь что будут делать? Ну, библиотекарь, я думаю, ничего не будут делать. Маркировать-то будете? Я думаю, что это просто невозможно. Там еще есть такое условие, что книжки, например, маркированные там по 12+, должны быть в 100 метрах от книжек, которые там плюс 16. Вы можете потрепить еще одно здание, например. Да, можем. Или закрыть библиотеку, это гораздо легче. Мне кажется, что как раз очень важно, что мы сначала приняли закон, который оказалось нас не устраивает, поэтому мы потом начинаем дискуссию по его поводу. Мы посмотрели, как он действует, пришли к выводу, что возле общества есть вопросы. Мы эти вопросы задаем. В конце концов, любой закон дела человеческое, он может быть исправлен, если в каких-то пунктах он ошибочен. Мне кажется, что очень важно, что он вызывает как раз дискуссию, и что люди стали действительно задумываться о том, что же, собственно, детям нужно, и что такое. У нас ведь, модным словом сказать, нет концепции детства. Вот мы вышли, очень правильно вы сказали, что у нас действительно все родители и все консенсусы разные у всех, и важно, чтобы оставались книги для каждого такого консенсуса. Желание оградить, запретить существует везде, и мы найдем массу книг, которые были запрещены. Более того, мы не единственные вот в таких вот наступаниях награбли, но сейчас во всем мире как бы действительно начинается уже откат такой, вот я сейчас, например, читала в «Гардиан» в Англии, где очень, в принципе, защищенная такая литература и опекаемая детская культура, что они тоже говорят, очень много книжек о больных детях. Ну, все идет волнами. Я думаю, что в какой-то момент у нас появится нормальная литература, спокойная, если у нас будет спокойная жизнь для... Не ждите. Ну, может быть, можно и помечтать. Я оптимист. Я думаю, что и постепенно вот эти весы, они встанут в какой-то относительный баланс. Но пока единственное, это то, что надо, и мы вполне можем говорить о книжном магазине, советовать эту книгу или не советовать. В интернете люди в том же лабиринте, где пишут все сами отзывы, они уже... Ты уже знаешь, что этому человеку я верю, у него такой вкус, а этому я не верю. Прекрасный вот сайт у Марина Рамштампап Мамбук. Именно дискуссионный. Когда ты не чувствуешь, что ты виноват, когда ты можешь как-то разобраться. С одной стороны, на самом деле, какие-то рамки тому, что творится, надо ставить. Но с другой стороны, этот закон не спасает ситуацию, потому что он предельно формален и не учитывает очень важных вещей, которые как бы лежат на поверхности. Первая вещь – это что ребенок живет в пространстве двух культур. И как бы выгородки не строй, вот загон для шестилетних, загон для двенадцатилетних, закон для шестнадцатилетних, реально он живет в потоке жизни, где этих выгородок нет. И если ребенок на детской площадке слышит, как мама к другому ребенку обращается нецензурно, что мы будем говорить об ограничении бранных слов в этой несчастной его книжке? Значит, Иван Дурак уже там невозможен, что ли? И вот то, что решетом воду носить нельзя, вот это совершенно про решето, которое носит воду. И пока общая культура у нас такова, то, что там значок стоит, я совершенно согласна с коллегами, не значит ничего. Тем более, что по закону психологии через некоторое время я перестаю реагировать на этот значок по законам охранительного торможения. Его надо или менять все время местами, или красить в разные цвета. И другая сторона, если ребенка замкнуть в этом пространстве, в этой выгородке, он никогда не станет взрослым. Вот этот перевод через ступени, он же тоже протекает именно потому, что он всегда видит более старших, и он как бы стремится им быть. А если мы вот так вот его загородим, и до шести лет вот этого ничего нельзя, а десятилетним нельзя читать, что читают двенадцатилетние, то это как бы нарушает вот этот вот жизненный поток. И при том, второе, что не учитывает совершенно этот закон, закон не учитывает различия в физиологическом и психологическом возрасте. Вот это вот совершенно, да? Он так формален и жесток, что особенно вот про подростка, хочу сказать, ребенок с 12 до 16 лет, есть и 14-летний. И тогда у меня вопрос. Роману Джульетту мы когда ему дадим читать? У всех этот вопрос. Она под всем параметром вылетает, да? По большей скалобке не разбрались. Ее просто 18 только можно, да? И это культурное мировое состояние мирового уровня. Ну, мирового уровня. А кто будет ставить на то, что появилось вот сейчас, этот художественный уровень? Нет, но проблема в том, что и без этого закона этот вопрос был. Не надо все сводить, все-таки, мне кажется, к этому закону. И все-таки давайте, вот если мы возьмем другую совершенно область, понимаете, все равно есть какие-то ступени, какие-то этапы. Понятно, что почему-то вот в других областях это понятно, но нам легче. Квадратное уравнение не нужно решать в первом классе. Так или иначе, обвинять закон в жесткости довольно легко, потому что он всегда вводит какие-то жесткие нормы. Вы совершенно правы, я с вами согласен. Конечно, я как учитель прекрасно знаю, что в 14 лет одному на самом деле 10, а другому на самом деле 18. Это реальность. Но закон не может так быть написан, что вот давайте будем условно мерить его возраст, который невозможно померить, кроме как биологический, и вот исходя из этого говорить. Поэтому я думаю, что да, конечно, переборщили. Вот давайте искать, где отодвигать назад. Давайте только снова не будем все выбрасывать, и не будем начинать сначала, как мы всегда это делаем. Потому что вот эта особенность подростковой аудитории, она есть. Эйф Роско отписал, что самая тяжелая аудитория в театре – это подростковая, потому что они смотрят не на сцену, а друг на друга, на реакцию друг друга. Желание подражать сильнее, чем желание критического осмысления. Поэтому если наркотики курят, это действительно проблема для подростка, потому что он действительно, у него такая психика, он это воспроизводит. Но все-таки есть, мне кажется, разница между визуальными образами и чтением. Чтение – это такой серьезный интеллектуальный труд. И книга сама по себе – это такое закодированное сообщение. Для того, чтобы подражать книжному герою, надо проделать такое усилие. А я хочу сказать, что наша реакция на закон, она, мне кажется, вполне понятна. Вот мы его восприняли однозначно как репрессивный. И у меня, например, «Тень Хармса» и Веденского, она возникла моментально. Тут, мне кажется, просто невозможно... Это не только по отношению к этому закону, согласитесь. Она возникает мгновенно часто. Но дело в том, что в их случае книжки были запрещены именно по статье «Вредительство». У нас сейчас есть факт, у нас есть этот закон. К нему можно как-то относиться. Отменить его сейчас невозможно. Вы говорите, его можно как-то отыграть. Ну, как-то, наверное, что-то с этим законом потом можно будет сделать. Но сейчас приходится библиотекарям решать свои проблемы, издателям решать свои проблемы. Каким-то образом к этому делу приспосабливаться или что-то делать. К сожалению, делать это очень сложно, потому что закон написан таким образом, что там всё время стоят какие-то смешные рогатки. Ну, например, книги – это то, что относится к историческому культурному достоянию. Там написано в первой же статье, этот закон не распространяется на культурное достояние. И всем понятно, что речь идёт прежде всего о книгах. Что должны сделать издатели, что должно сделать министерство, которое отвечает за исполнение этого закона. Ну, наверное, сформулировать какую-то свою позицию и сказать. Книжные отрасли по преимуществу это не имеют. А вот ко всем остальным нехорошим книжкам давайте устроим какую-нибудь саморегулирующуюся изстрою. Давайте соберём издателей и договоримся, что некоторые книжки будем заключать в коробочке. Ну, я не могу сказать, соберём издателей, договоримся. Нет, у меня только одно возражение. Вот давайте для того, чтобы издавать книжки, собирать не только издателей. Давайте собирать психологов, давайте собирать родительские общества, которые существуют, и давайте с ними тоже разговаривать. Давайте соберём некоторую сложную модель и будем обсуждать. А зачем собирать сложную модель? Зачем это делать? Сотни лет существует книжное дело, да. Сотни лет выпускают книжки. И сотни лет существуют запреты. Запреты на книжки? Даже на того же Вертера, кстати, во всей Европе были запреты. Долго? Ну, достаточно. Пришли в себя? Пришли в себя, потому что сегодня на Вертера уже подростки не реагируют. Замечательно. Ну, все... С этой точки зрения. Была хорошая книжка, 100 запрещенных книг. Все книги, которые были запрещены, затем были разрешены. Но они же были запрещены. Ну, хорошо, давайте тогда соберёмся и начнём запрещать книги. Нет, не запрещать. Давайте всё-таки объективно посмотрим на этот процесс. Изяна Николаевна, потом... Ну, книжная отрасль, она, конечно, особенная совершенно. Я с Мариной совершенно согласна. И то, что недопустимо, скажем, в визуальном ряде для детей, то вполне можно, скажем, про болезни писать словами, и ничего страшного не будет. Ну, там запрет даже на упоминание о болезни с маленьких детей. То есть ни одного сюжета, я так посчитала, какое количество сюжетов вылетает из литерального труда, просто потому что они касаются жизни к людей. И вот это вот стремление охранить ребёнка, ещё одна слабость этого закона, это как бы стремление ребёнка охранить его от жизни, от всех трудностей, от всех впечатлений негативных, какие только в жизни бывают. Ну, надо же знать меру, да? И когда я уже сейчас вот с маленькой внучкой открываю колобок несчастный, он кончается не тем, что лиса съел колобок, он же переделан. Да, да. Да, да. Разлучилось. Расскажите. Колобок съел лисы. Да, вот. Нет, он её обхитрил, он её обхитрил и, значит, опять убежал. Значит, уже лиса колобок съесть не может, да? Ну, это же... Я уже не говорю про сказку «Мальчик с пальчиком», потому что там людоедство описано подробно. С людоедами и так далее. Но дело в том, что какая-то должна существовать всё-таки граница и мера, и ребёнок должен испытывать негативные эмоции. И литература и искусство – это школа, это эмоции. Иначе он опять будет у нас в жизни ни к чему не готов. В 18 лет выйдет, и так они инфантильные у нас до невозможности. И на него всё это обрушится. Весь этот огромный взрослый мир. Я говорю, что надо быть не только издатели, но и психологи. Сколько же его можно и всего этого охранять? Хорошо, я встаю на охранительную позицию. Вот смотрите, рассказ о явлениях жизни, которые в книжке присутствуют – это одна история. Оценка этих явлений жизни, присутствующих в книжках – это другая история. В библиотеке иностранной литературы есть издаст «Трудомино». И среди прочих книг издательство выпускало серию, которую готовила Людмила Евгеньевна Улицкая. Она была редактором-составителем, там книжки были разные. В том числе была книжка «Вера Тименчик» о разных типах современной семьи. В том числе и об однополых семьях. Но вот это такая другая норма. Что это существует? Что это существует? И есть другое представление о норме. Так немедленно начинается раскол по позициям. Вот в этой студии я очень хорошо помню, как сидели друг напротив друга Людмила Евгеньевна и отец Дмитрий Смирнов. И при самом доброжелательном отношении личном друг к другу по этому поводу мне пришлось какой-то момент оборвать эту тему, потому что мы вообще уходили непонятно куда. То есть здесь согласие не пахнет. С этим что будем делать? Вот Сергей Володович. Значит, относительно того, что это решает что-то за родителей. Нет, это просто сообщает родителям информацию о том, что он ожидает увидеть в этой книжке. О том, что это не может все равно изолировать детей от чего-то негативного, только вызовет интерес, разумеется, не может. Разумеется, в советские годы фильм «Детям до 16» – это гарантия того, что все окрестные дети до 16 обязательно будут. Но это же старый педагогический прием. Вот эту книжку не читай тебе еще раз. Вот эту, пожалуй, а эту ни в коем случае. И не медленно у тебя из комнаты. Это уже старый. Ну да, но, в общем-то, цель такой нормировки, она, мне кажется, немножко другая. Это просто провозглашение нормы, что есть вещи нормальные, есть вещи ненормальные. Вот там показывать кровь кишки, особенно молодым детям – это ненормально. Вот показывать, как кто-то там в мучениях умирает – это ненормально. Мы должны воспитывать определенное… Переложение жития для детей. Значит, вот как раз в переложении жития там крови и кишок нету. Ну, в мучениях умирают. Вот просто констатируется факт его смерти в мучениях. Но там как раз, мы с вами говорили об оценках, там отсутствует любование кровью и кишками, как таковыми. Значит, относительно того, что консенсус не будет достигнут, вы знаете, в любом многочисленном сообществе людей мы всегда найдем носителей очень-очень странных взглядов. Но есть большинство народа, которые хотели бы, чтобы их дети были ограждены, не сталкивались с некоторыми явлениями. По крайней мере, до тех пор, пока они вырастут. Поэтому какое-то нормирование, вот это нормально, а вот это нет, я считаю, что оно просто необходимо. Тем более, что у родителей он все равно, это ему не мешает выбрать, если он захочет читать трехлетнему ребенку… Мальчик-спланчик, про кровь и кишки. Что-нибудь про кровь и кишки, но кто же ему не даст. Это же добрый сказ. Понятно. Ну, я хочу сказать, что мы спотыкаемся все время о том, что детская книга – это одновременно и искусство, и педагогика. Часто мы не можем сказать, что одна книга на кого-то будет, может, даже на целое поколение влиять положительно, а другая, и это же на другое поколение, совершенно иначе. Вот я совсем недавно слушала выступление одного из самых известных в мире писателя английского, который пишет для подростков, который сказал, нет более опасной книги для подростков, чем на пропуске вашей Селлинджера. Это очень безысходная книга. И дальше он сказал, в принципе, нам важно, как родителям, что мы передаем своего ребенка действительно на ту территорию, где мы его не достигаем уже, но человеку, которому мы доверяем. И вот этот же автор английский, Эйден Чамберс, который у нас не переведен, поэтому не запрещен, он говорит, что для меня идеальным подростковым романом является Геккельбери Финн. Почему? Потому что автор вложил в уста своего героя маленького те мысли, которые Геккельбери Финн на самом деле думать еще не мог. Но у него хватило таланта поставить это так, что мы, читая в возрасте Геккельбери Финн эту книгу, верим, что он так говорил. То есть здесь есть вектор выхода, вектор положительного. Наверное, это самое главное, что делает качественную подростковую литературу. Всегда нужен вот этот вектор, не заигрывание. Трудно научиться говорить с собственным ребенком, с чужим ребенком, через книжку о сложных вещах. Всегда есть возможность, это всегда риск. Но не идти на этот риск, значит фактически предавать детей. Когда мы говорим о вопросах сексуальности, сексуального развития, взросления, ясно совершенно, что в каком-то возрасте, в какой-то ситуации он все равно это будет постигать. Я разговаривал с своими бельгийскими коллегами, смотрел, как рано у них идет в школе не только вот сексуальное воспитание, но вообще представление о том, какие разные семьи и так далее. Они мне в ответ дают статистику. Я спрашиваю, а почему так рано? Может быть, он не касается этого в жизни ребенок? Живет спокойно в своей семье. Зачем ему сообщать, что вот может быть еще и такая, и сякая, или 25-е, 35-е? Они дают статистику, что в среднем бельгийский ребенок до 18 лет проходит через три семейные ситуации. В среднем. То есть типовой бельгийский ребенок проходит через три семейные ситуации. Учитывая, что кто-то с кем-то женат, кто-то потом не женат, кто-то живет потом отдельно. У нас ведь разводов не меньше, чем в Бельгии. Но мы не представляем себе эту ситуацию. Мы не знаем, в скольких ситуациях семейных живет наш семейный. У нас заключенных браков меньше. Да. У нас вообще всего много, очень разного. И мы об этом как бы и знаем, и не знаем. И то, что он в одном классе будет сталкиваться с самыми разными семейными ситуациями, надо его к этому готовить? Или надо делать вид, что ничего этого не существует? В каком возрасте он придет в другую семью и увидит совершенно другую ситуацию? И он вообще должен это понимать? Или он не должен этого понимать? И так далее. То есть мы, к сожалению, к вопросу не ставим. Закон тут вообще ни при чем. При чем? Там есть пункт про семейные ценности. Очень жутко написано. Это самый поразительный пункт, потому что здесь точно нет консенсуса. Здесь есть абсолютное такое лицемерие, что как будто вся страна живет в такой патриархальных семейных ценностях. Что совсем не так. А вам не нравятся семейные ценности? Мне очень нравится. Только я не знаю, как нормативно. Ну только запрещать разводы, может быть, вот это. Сергей, кратко про то. Очень кратко про семейные ценности. Вы знаете, есть то, что является моделью нормативной для всего человечества на протяжении всего его существования. Это муж, жена, ребенок. Значит, дети там несколько, соответственно. Почему на протяжении всего человечества? Ситуация на протяжении всего человечества. Даже в Библии нам рассказывают про другое. Позвольте мне все-таки сказать. Даже там, где полигамные браки существуют, это скорее исключение, чем правило, в мусульманских странах, где это легально можно, 97% браков все равно моногамные. Нормальная ситуация, которая обуславливает наилучшее развитие детей, наилучшую реализацию самих мужчин и женщин, это вот та ситуация, которая всегда была, собственно. Вот есть нормальная, да, норма – это мужчина, женщина и дети. Я даже не… Странно было бы мне с этим спорить, но проблема в том, что в московском классе, у меня половина класса не имеет полноценной семьи, а в немосковской школе еще больше. Значит, что же остальные дети должны понимать, что они находятся вне нормы, что они какие-то дети второго сорта, об этом мы будем говорить, что они в ненормальной ситуации живут. Я им говорю, что есть представление об идеалах, а есть реальность. Как это соотносится вот с общим представлением? Да. Так вот, нужно ли остальным детям вот это знать об этом? Или они приходят, и они в полном шоке будут спрашивать у тебя, ребёнка, а где твой папа? Ну, может быть, тем важнее даже знать о том, что… Потому что они не могут себе представить, что его может не быть. Только Сергей закончит свои мысли кратко, да. У меня, допустим, близорукость, минус 5 диоптрий – это ненормально, это плохо, нормальное человеческое зрение, оно вот не предполагает вообще ношение очков. Ну и что? Нужно нам по этому поводу отменить норму по зрению и считать, что вся… Любые диоптрии – это одинаково хорошо. Или нам нужно рассказывать о людях, что у них есть проблемы со зрением. Вот о чём речь. И это именно проблема. Я хочу сказать, что всё-таки мы отклонились от темы книг. А возникает вопрос, в какой момент мы… Какую книжку даём читать? Вот когда возникает у ребёнка проблема, мы должны иметь книжку, которую мы под эту проблему перед ним откроем, и которая поможет нам с ним об этой проблеме говорить. Что касается семейных ценностей, ну, я вот знаю такие американские исследования, которые, например, рассказывают, что ребёнок переживает развод родителей гораздо тяжелее, чем смерть одного из родителей. То есть это очень травматичное переживание. Но что это значит? Это значит, что мы должны иметь средства его поддержать и войти с ним в диалог. То есть когда мы отстаиваем книги, и когда, собственно, мы тревожимся по поводу этого закона, за этим уже стоит только одна простая вещь – мы не хотим сокращать средства для ведения диалога. Эти проблемы в подростковой литературе прописаны. В частности, они очень обстоятельно прописаны в переводной литературе. Почему, собственно, она… Мы так на неё сейчас смотрим и так её сами читаем, потому что мы даже не представляли, что об этом можно говорить. Когда закон нам, например, говорит про то, что нельзя изображать болезни, мы, естественно, это сводим к крови и кишкам. Но я хочу сказать, что мы должны приучить ребёнка к виду колясочника. У нас нет таких книжек, которые его бы к этому приучили. На своих книжек нет. Ну вот, Рудомино выпускали. Так Рудомино переводит. Я говорю, что у нас… Нет, это отечественные авторы, да. А, это то, что Людмила Улицкая, да, в проекте Людмила… Извините, но я имею в виду, что это совершенно новая проблема. Это совершенно новое отношение к норме. Это совершенно новая задача. И это совершенно новое отношение к болезни. Я надеюсь, что из этого не следует, что нужно Катаева запретить. Нет, просто невозможно сказать, что Катаев – это единственная правильная допустимая сказка, которая изображает болезнь. Может быть, нам надо учиться изображать болезнь. То есть это же всякие… Мы оказываемся перед очень серьёзными вызовами. А получается, что закон нам мешает их решать. Жизнь идёт так стремительно вперёд. Мы вроде бы выступаем за человеческую сложность, нам вроде бы хочется быть лучше, но как-то вот нам сложно оказывается. Про то, что мы шагаем вперёд, сейчас, Ольга, включитесь, я пока задам вопрос Владимиру. А в интернете-то как? Всё, мир, устройство технологическое поменялось, любые книжки, любую тему, и там ни сроки маркировки нет. Интернет вообще особая среда. Его же придумали для того, чтобы передавать информацию во время ядерной войны. Поэтому ограничить передачу информации там очень сложно. Если хочешь что-нибудь найти, то обязательно найдёшь. Проблема только в том, что применительно к нашему 436-му закону, ведь этот закон стал основанием для принятия другого закона, 139-го, заменитого закона о запрещённых сайтах, которые вовсю работают, который принят во исполнение вот этого самого 436-го закона. О том, что нехорошую информацию детям нельзя, Натанищенко рассказал, что такое пропаганда самоубийства. Обсуждать проблемы смерти – это тоже пропаганда самоубийства, оказывается. И теперь сайты начинают вовсю закрывать. Причём с 139-м законом та же самая история. Его написали люди, которые плохо разбираются в том, что такое интернет вообще. И теперь, помимо там двух тысяч сайтов с какой-то нехорошей информацией, которые внесены в этот реестр и закрыты, закрытыми оказываются и десятки тысяч сайтов, которые просто туда попали случайно. Но я бы хотела ещё сказать о том, что, всё-таки возвращаясь опять к детской литературе, что, конечно, это такое связующее звено между разными людьми. И мы, собственно, ради чего мы детям книги даём? Чтобы они нас понимали, чтобы они учились сопереживать. Вот возник этот важный глагол. Потому что какое-то вот несколько лет назад на книжной ярмарке встала одна учительница и сказала, «Знаете, у меня на родительских собраниях в московской школе родители, когда я рекомендую новые книги, они говорят, дайте такую книжку, чтобы она трогала, но не грузила». И поскольку действительно очень эмоционально всё меняется, опять же, то мы вот таких ярких книжек боимся. И я очень боюсь, что в результате нашего обсуждения люди посмотрят и решают, что детские книги, особенно подростковые, вообще не надо читать, потому что там всё очень сложно, непонятно и опасно. А на самом деле, конечно, это не так. И беда в том, что попадают первыми под действие закона именно наиболее яркие, наиболее интересные книги. На самом деле, вот нет поля для общего разговора, а ребятам очень рано встают серьёзные эти вечные вопросы, никуда от них не спрячешь их, никем не загородишь. Но должно быть поле, должно быть какое-то количество произведений, потому что именно художественная литература, я с Мариной совершенно согласна, рождает вот это поле, как будто не про меня, но и про меня тоже. Вот что очень важно. И когда ставятся вот такие вот везде загородки возрастные, то совершенно непонятно, где же ему расти-то. Ну где же ему несчастному расти и из школы выходить уже совершенно взрослым, ответственным гражданином за всё отвечающим, строящим свою собственную жизнь. Ну как это, откуда это возьмётся? Вот как вам психологу, у меня вопрос. Если мы всё вот так вот так маркируем. Ну вот вы знаете, вот и здесь и есть вот это чувство мира, потому что загородки есть разные. Я согласен с вами, но абсолютно не согласен с вами. Потому что я не могу понять, мне кажется как раз очень точно, вот то, что вы назвали, я вспомнил, да, в этом законе сказано про сайты. Наверное, он технически неправильный. Возможно, не могу сказать, не моя сфера. Но о том, что запрещать сайты с детской порнографией, запрещать сайты, пропагандирующие самоубийство, и запрещать сайты, в которых рассказывается про то, как сделают наркотики и как это хорошо, по-моему, это очень чёткие формулировки. У меня есть... Это 39-й закон. Я имею в виду, да. У меня они не вызывают никакого протеста. Вам не понравилось, какие именно сайты называются сайтами пропагандирующих самоубийство. Но это совсем другая история. Это история, опять же, об экспертизе. Всё равно нам придётся к этому столкнуться с профессионализмом. Но как раз эти три, вот как раз это образец нормального закона. Вот я хочу сказать, законодательные нормы нормальные. Надо запрещать детскую порнографию. Хорошо. Надо запрещать пропаганду наркотиков. Надо запрещать пропаганду самоубийств. Я в этом не сомневаюсь. Может быть, кто-то другой сомневается. Я сомневаюсь и могу объяснить, почему. что мы не должны обсуждать трудные вопросы. Здесь, правда, есть одна история. Когда их обсуждать, то, о чём Марина говорила, да, то есть, когда это вообще никак не коснулось этого ребёнка, погружать его, например, в мир самоубийства и вообще всех этих вещей, когда вообще в его мире этого пока ещё не существует. Это очень тонкие вопросы. Но, безусловно, сайты, которые это пропагандируют, я убеждён, запрещать надо, и это норма. Владимир, кратко отвечаю, Сергей, потом. Кратко отвечаю. В редких странах в мире вообще существует цензура интернета. В очень редких. Но все страны к этому идут. Вот чем проблема. Нет, не все страны к этому идут. Некоторые страны от этого отходят. Вот, например, Австралия, которая сначала приняла этот закон, который фильтрует множество сайтов, а потом отказалась от этой практики. Там у них всё стало значительно проще, значительно понятнее. И больше всего усилий они принимают к тому, чтобы объяснить родителям, как ограничить детей от использования какого-то интернета. Это другой формат. Да, конечно. Так в этом направлении идёт регулирование. А не в том, чтобы взять и всё закрыть. Что такое пропаганда наркотиков? Пропаганда наркотиков – это 48-мая статья. Надо закрывать сайты с детской порнографией или не надо? Или надо ограничить доступ детей к ним? Всё-таки я не... Мне кажется, что есть какие-то заборы, которые не надо двигать туда-сюда. Да очень простой забор. Очень простой забор. Надо бороться с теми, кто снимает детскую порнографию. Да, и кто её выставляет. Да, совершенно верно. Ну вот и всё. Да. А кто-нибудь это делает? По нынешнему закону все сайты с детской порнографией просто закрыты. Не поставлена известность ни МВД, ни управления КВА. Нет, я говорю только об одном. Конечно, нужно преследовать. Это всё понятно. Но это другой вопрос. А можно я сейчас вас приведу в одну? Тогда мы просто замазываем форточки. Этого не должно быть, а методы совершенно иные. Ну это уже другой вопрос. Есть закон о... Но этого не должно быть. Вот что я хочу сказать. Есть заборы, которые очевидны. Этого не должно быть. А дальше вопрос. У нас есть закон о наркотиках, и он должен действовать. У нас есть закон о киберпреступлении. Он должен действовать не на основе запретов конкретных сайтов, а на основе запрета деятельности, ведущей к этим сайту. Совершенно верно. Преступления-то они совершаются в жизни. Мне нужно, чтобы сайт был закрыт. А на основе чего? Кратко, Сергей и Марина. Я бы сказал, что какая-то, причём навязываемая, действительно в масштабах государства, норма того, что допустимо и что недопустимо, она должна существовать. Потому что мы всегда имеем дело с каким-то количеством людей, которые желают разрушить норму. Мы должны только обсуждать, как сделать так, чтобы наименьший ущерб потерпели люди незавномеренные и как нам избежать каких-то перекосов, какого-то там чрезмерно сильного давления. Когда мы сталкиваемся с сайтом, где пропагандируются наркотики, нам кажется всё ясно. Потому что он построен по строго информационному принципу, и мы понимаем, как он работает. Но вот в той самой книжке «Розового жирафа», из-за которой возник, по поводу которой возникло уголовное дело, описан сюжет, связанный с наркотиками. Там описана проблема подростка, который стал употреблять наркотики, но этот сюжет строится вокруг усилий его сестры, чтобы помочь этому подростку выскочить из ситуации. Слово «наркотик» – это маркированное слово? Или же всё-таки мы понимаем, что это проблема, с которой дети могут столкнуться, и они должны про неё знать? А если ему вовремя попадёт такая книжка, возможно, он увидит свет в конце туннеля? Спасибо огромное, я вас прерываю. К сожалению, моя цензура, моя маркировка, она связана не с возрастом, а со временем. Выклеиваю табличку, время вышло. Спасибо огромное за этот разговор. Я то, что услышал. Я повторяю, любой закон, дело человеческое, обсуждать его можно на любой стадии, на стадии принятия, на стадии выдействия, когда вдруг обнаруживается то, что в нём было заложено и было неочевидно принимавшим, дело полезное. Можно исправлять, и нужно исправлять, если это происходит, что я услышал от вас прежде всего, что есть регуляция, есть саморегуляция, и есть сообщество, родительское сообщество, сообщество экспертное, и от них зависит гораздо больше, чем от людей, входящих с жезлом полосатым, указывающим сюда ходи, сюда не ходи. Очень важно. Это, конечно, переходить от методов запрета к методам убеждения. Разговор с родителями по поводу важных тем. У нас есть другое законодательство для того, чтобы бороться с преступностью, и совершенно необязательно для этого бороться с книжками как таковыми. И давайте пойдём долгим, сложным путём поиска общественного консенсуса, и тогда наши дети будут включены в ту взрослую жизнь, которую они всё равно не минуют, как ни запрещай. Спасибо вам огромное за этот разговор. Со зрителям я успею верить на телеканале Культура.